В апокалипсисе сказано такая фраза «Коль не холоден, ты не горяч, так и изблюю тебя из уст своих». Да? Да. Есть такая фраза «Так как ты не холоден и не горяч, я извергаю тебя из уст своих». То есть Господу не угодно тепло-хладность, равнодушие не угодно Господу. Сейчас вот модное слово такое – толерантность. Вот если толерантность переводится как равнодушие, то это неугодное Богосостояние души. Господь отвергает всякое равнодушие. Он говорит, был бы ты холоден или горяч. То есть если да-да, нет-нет, тогда можно с тобой общаться, можно тебя как-то переубеждать, можно приводить факты, то есть можно с тобой выстраивать взаимоотношения. А так как ты ни рыба, ни мясо, тепло-хладен, как тебя переубедить? Тебе всё равно. Ты вообще не реагируешь на слава Божие. Поэтому извергаю тебя из уст своих. Вот это состояние человечества в последние времена будет таким основным. То есть людям будет всё равно на духовность, на что-то. Лишь бы были телесные блага, а всё это им будет совершенно неинтересно, и ничего люди не будут желать достигать в духовном плане. То есть будут равнодушны к этому. Поэтому Господь их отвергнет. То есть нужно иметь какую-то определенную позицию? Позиция необходима, но она должна быть какой? Она должна быть разумной, не безумной позицией. То есть Господь так и говорит – ищите, и дастся вам. То есть проявите свою энергию, не будьте равнодушны. Ищите, стучите, и вам отворят. Просите, и дастся вам. Поэтому вот это всё в совокупности надо воспринимать, если мы живём в этом мире и задаём себе вопрос о цели жизни, как мы появились, куда мы идём, что будет после нас. Мы должны дать ответ на эти вопросы самим себе, найдя эти ответы у Бога. Если мы не ищем ответов на эти вопросы, а ищем только пивка, там футбольный матч посмотреть, ещё чего-то, конечно, Господь нас отвергнет.